Добрый вечер. Спасибо за цветы. Спасибо за подарки. Я вам за всё благодарен. Как правильно воспринимать людей? У нас сегодня влияние судьбы в отношении с другими людьми. Как правильно воспринимать людей? Понимаете, есть разные форматы общения. Вот, допустим, если вы поверили в Бога, у вас есть свой храм, какое-то своё отношение духовное, то там надо учиться видеть людей только божественное. Вот вы для этого туда ходите. Некоторые люди начинают духовную практику и потом начинают видеть много недостатков верующих в людях, которые их окружают. Это означает, что они там просто не тем занимаются. Потому что недостатки можно видеть где угодно в людях. Люди приходят в храм для того, чтобы любить Бога. Это значит, что вы должны учиться в них видеть только их любовь. И больше ничего. Потому что недостатки есть у всех, всегда и везде. Нет смысла их это обсуждать и смотреть. Точно так же в религиозной организации, в каждой религиозной организации есть куча недостатков просто. В том числе и в старших есть куча недостатков. Но человек должен, если он решил пойти в духовную жизнь, он должен учиться видеть там чистоту, в той организации духовной, в тех людях, которые он вокруг себя видит. Понимаете, тогда он будет счастлив, потому что в этом случае он получит то, что надо получить. Это самый высокий тип отношений в этом мире. Это отношения, основанные на служении Богу. Если у человека нет таких отношений, он не может искусить самое глубокое счастье отношений с людьми. Это невозможно. Самые чистые отношения бывают только с наставником. Это фактически как с Богом уже отношения. Если наставник относится к вам правильно, потому что если, допустим, наставник смотрит на девушку как на женщину, женщина любая это видит, как мужчина на нее смотрит. Если он смотрит как на женщину, значит, тогда это не наставник, это просто человек, который вас обманывает. Но наставник это или наставница, то есть всегда человек смотрит чисто, бескорыстно на человека и просто хочет ему помочь. Наставник всегда служит, и он всегда смиренный. Он никогда не делает из себя крутого, никогда не пытается превосходство свое показать. Иногда наставник бывает строгим. Я, допустим, вчера вот там за столом мы сидели, несколько раз стукнул по столу. Но это дело чисто из любви. Ну, чтобы человек пришел в себя. У меня не было желания там человека сломать как-то. Просто я это делал, чтобы человек встрепенулся и понял, что он неправильно настроен. Но если у тебя нет любви, ты не можешь себе это позволить, конечно. И с служением можно такие отношения строить, но не совсем. Итак, самые важные отношения — это духовные отношения в жизни человека. Если их нет, жизнь просто как туман. Потому что все остальное, все остальные отношения включают судьбу. Духовные отношения включают только милость. Вот если у тебя есть духовные отношения, ты испытываешь только счастье в них. Вот вы заметили, когда начали слушать лекции, вы начали испытывать счастье и только счастье. Но это не значит, что я совершенный человек. У меня есть тоже свои недостатки. С кем-то я отрабатываю свою судьбу и так далее. Но я служу Богу своими лекциями. И когда вы это слушаете, вы получаете тоже счастье. И точно так же я, когда слушаю лекции своих старших, я тоже получаю только счастье. Потому что такие отношения существуют. Эти отношения вне судьбы. В них судьба не работает. Но если вы зашли в интернет по ссылке торсунов и начали искать мои недостатки, то тогда вы выходите из этих отношений. Вы узнаете обо мне всю правду. Правду все узнаете. Но потеряете возможность слушать лекции. Потому что воистину главная правда заключается в том, что человек служит Богу. И все, что он делает для Бога, это та правда в этих духовных отношениях, которую надо знать. Точно так же, если вы пришли в храм, начинаете копаться в жизни тех людей, которые туда ходят. Вы теряете отношения с этими людьми духовные и вступаете на материальное отношение с ними. То есть вы решите, что вам надо. Хотите копаться в недостатках человека? Ну, будете копаться. Хотите видеть божественную чистоту? Будете видеть чистоту? Есть люди очень духовно сильные. Вот ему начнешь говорить о недостатках других людей, он как будто выключает слушание. У него выключается слушание. Он тебя послушал, и как будто и не послушал. И потом опять начнешь. И он при этом не поменял представление о человеке. Он просто понимает, что тебя немножко занесло. И так не обращает внимания. Это духовная сила означает. Правильное представление об отношениях. Потому что всегда правильное представление об отношениях такое. Есть главное, а есть второстепенное. Главное — это чистота в человеке, а второстепенные его недостатки. Это правильное представление об отношениях. Все остальное неправильно. Точно так же между странами отношения. Главное — это чистота. Во всех странах есть чистота. И в Украине, и в Англии, и в Америке есть чистота, есть недостатки. Если мы недостатки считаем главным, то это приводит к разрушению мира. Начинаются войны. Если чистоту считаем главным, то тогда мы улучшаем отношения. Но при этом мы не должны закрывать глаза на вражду. То есть если есть агрессия, мы должны тоже на это обращать внимание и защищаться от нее. Но при этом, если мы увеличиваем враждебность во всем, ну, допустим, есть разные веры, надо к этому относиться очень возвышенно. Но если какая-то вера начинает разрушать другие веры, тогда надо противостоять. И так далее. То есть, понимаете, есть позитивное, есть негативное. Позитивное — это главное всегда. Чистота в человеке главная, а недостатки второстепенные. И если ты это понимаешь, то и тогда твоя жизнь становится прекрасной. Но чтобы это понимать, надо всегда побеждать свою судьбу в сердце. Потому что судьба, она приковывает человека к негативу, хочет он этого или нет. Вот, например, меня не так давно сковала болезнь. И я не собирался на нее обращать внимания. Но врач сказал, если ты не будешь лечиться, который вот, ну, специалист по этому, то есть у меня начало повышаться глазное давление. Специалист сказал, если ты не будешь лечиться, будешь только спортом заниматься, если у тебя давление будет продолжать повышенное, то у тебя отслоится сетчатка просто, и все. И ты ослепнешь. И потом я начал наблюдать, что у меня мутнеет глаз, и думаю, ну, все, надо что-то делать. И я просто научился с помощью вот семян, которые у меня стоят вот здесь на ухе, убирать это глазное давление. Все. То есть семя стоят, давление нормализуется. Ну, то есть, видите, я приложил усилия к лечению. Одного оптимизма недостаточно. Некоторые люди заболевают раком. Ау, все хорошо, я вылечусь. Это безумие. Потому что эта болезнь спиртельно опасная. То есть нужно ее убивать, эту болезнь. Рак — это война. Ну, то есть, допустим, танки едут на тебя, а, все будет хорошо. Нет, надо воевать, тогда будет все хорошо. А если нет, тогда нет. То есть есть болезни, которые надо немедленно лечить. И не надо думать, что все будет хорошо, если ты будешь просто бегать там на улице, там закаляться и так далее, поститься. Не факт. То есть негатив существует в этом мире. Но никогда не нужно негатив пускать глубоко в себя. Надо ему давать достойный отпор. Самый достойный отпор — это побеждать негатив, если он не сильно влияет на твою жизнь. Ну, допустим, вас решили засудить, посадить в тюрьму. У этого решения есть две стадии. Есть преддействие и есть действие. Если вы сильно молитесь на уровне преддействия, то у тех, кто вас решил засадить в тюрьму, пропадает импульс к этому, желание раз, и пропадает возможность два. В результате все заканчивается. Но если уже процесс запущен, то молитвы недостаточно. Нужно противодействие уже с помощью разных средств и сил. То есть негативное влияние на человека может быть разной силой. И чаще всего 90% негативного влияния — это влияние, которое не имеет сильно большой силы. Но мы так сильно привязаны к негативным вещам, что мы придаем слишком большое значение любому негативу, который на нас действует. И в результате усиливаем его силу. Вот в этом главная проблема людей. Особенно в личной жизни, в отношении. Близкий человек всегда будет усиливать твою боль и всегда будет усиливать твою концентрацию на его недостатках. Так устроены отношения. Они скверняют, потому что близкие отношения между мужчиной и женщиной очень глубоко эгоистичны по природе. А эгоизм всегда скверняет. Мужчина хочет сильное счастье от женщины, женщина сильное счастье от мужчины хочет. А это желание называется эгоизм. И оно скверняет отношения. Если из тебя что-то тянут, что-то хотят, тебе становится плохо. Допустим, вы прибегаете ко мне, такие «Аля Геннадьевич, помогите!» Ну, то есть, это значит, что я что-то должен делать, а человек ничего не должен делать. Я топаю ногой. Почему? Потому что человек настроен неправильно. Он думает, что что-то должен кто-то сделать, чтобы ему стало лучше. А он сам должен это делать. То есть, иногда приходится топать ногой. Это факт. Но, в основном, нужно учиться видеть со всей силы чистоту в человеке. И в том числе в близком. В нем, несомненно, есть грязь. Свою грязь, однозначно, мы не сможем увидеть сразу. Это сложно. У нас тоже есть грязь. Мужчина привыкает к мужской грязи, ему скажут, и он говорит про свою мужскую грязь, что естественно, то не безобразно. Ну, то есть, это для него естественно. Его грязь мужская естественно для него. Но если он женскую грязь увидит, то это и вообще неестественно. Теперь, женщине женская грязь очень естественна. Но мужскую, если она увидит, это очень неестественно вообще. Допустим, женская грязь – это лень. Ну, женская грязь – это лень. Очень естественно. Это очень естественно для женщины быть ленивой. Даже Олег Геннадьевич в лекции говорит, очень естественно. А неряшливость – это мужская лень. Это тоже лень, но только не женская, потому что женщина никогда не бывает неряшливая. Ну, в основном, в большинстве случаев. Мужская лень – это неряшливость. Не придавает значения грязи. Мужчина может жить в грязи, допустим. Женщина в шоке. Как это вообще возможно так жить? Но при этом сама валяется в постели. Мужчина, допустим, он неряшливый, но он трудолюбивый, допустим. Он говорит, как вот это возможно – валяться все время и кушать по ночам торты. Вот. Она говорит, а это естественно для женщины. А мужчина говорит, а это грязь, это для мужчины, естественно. То есть мы свои недостатки не замечаем. Надо это признать. Но чужие сильно не замечаем. Сильно. Нам это неприятно, особенно в противоположном полу. И это вызывает очень сильные страдания со временем, потому что не изменяется ничего. Прошло время, ничего не меняется. То есть, допустим, мужской недостаток – это очень сильная косность мышления. То есть мужчину вот сдвинуть с места в его понимании вещей практически невозможно. Ну, то есть ему поменять представление о жизни очень сложно в мужчине. Так устроена психика. И она думает, сколько вообще живем, ничего не меняется. Все одно и то же. Представления о жизни у мужика одни и те же. Ну, потому что ему тяжело, это его природа мужская, трудно менять представление о жизни. Но у женщины трудно менять свой характер. Допустим, она обидчивая, там духовной практикой занимается, все равно обидчивая. Уже жизнь поменяла, то есть мужчине жизнь тяжело менять. У женщины легко, там она перестала то делать, все, уже правильно живет, все. Но характер остался такой же. Начинает с ней общаться, она обижается, капризничает, упрямится, все то же самое. А у мужчины уже характер изменился, он начал работать на салон, стал как огурчик, такой характер, смиренный, все. Но привычки остались те же. Он живет, как жил. Но ничего не меняется. Потому что привычки мужчины, больше всего женщина страдает от привычек мужчины. А мужчина больше всего страдает от характера женщины. Поэтому, когда вы друг друга выбираете, вы на это и смотрите. Вот женщина что больше всего скрывает, когда она встречается с мужем? Свой характер. Она ему так нежно улыбается. Такая она покладистая. А характер там женщины, ой-ой-ой. Очень сильный. Но она ее не замечает. Он думает, она такая вообще классная, такая нежная, добрая. Все еще впереди. Вот. И мужчина, когда встречается, у него такие привычки хорошие. Он такой любезный, такой уважает женщину, такой цветы дарит. Вот. У него такие привычки хорошие вообще. Такой джентльмен. Прям классные привычки. Но настоящие привычки у нее другие. Она потом начинает с ним жить и думает, о, бог ты мой. Что это такое? Ведь не было такого. А он видит, что у нее совсем другой характер. Так действует судьба. Она мучает людей. Когда человек начинает мучиться, он начинает приковываться к этой проблеме. И все. И больше он ничего не видит. И чем больше он видит проблем, тем больше он сгорает. Энергия счастья у него тает, тает, тает. В этом, бац, ее нет вообще. Он говорит, я с тобой больше жить не буду. Это невыносимо. И уходит. Почему? Потому что неправильное понимание об отношениях. Человек каждый день, каждый час должен учиться видеть то, что он увидел с самого начала в близком человеке. Вот увидел девушку первый раз, бог показал ее чистоту. Вот и вспоминая ее всю жизнь. Чистоту своей жены. И в женщине же есть чистота. Вот и вспоминай ее. То, что увидел с самого начала. Увидела мужчину вот таким интеллигентным, деликатным. Это бог его таким сделал перед тобой. Он как бы свой товар просто представляет. Бог. Женщине свой товар, муж мужика своего представляет. Бог. И делает его таким красивым. Он его наряжает. Бог таким делает. Женщину тоже в мужчине бог представляет. Говорит, смотри, какая вот красивая, добрая. Он показывает самый лучший в человеке бог. Трай энд бай. Демоверсия. Вот. Сначала все самое лучшее показано. Но это не демоверсия. Это и есть самое лучшее в человеке. Вот это то, что он показал сначала. Это правда. И это и есть самое лучшее в человеке. Вот это и надо всегда стараться видеть. Стараться. Потому что видеть по-настоящему это очень сложно. Это аскеза. И эти аскезы помогают. Вот много-много вещей. Хорошие песни. То есть они заряжают на позитив. Хорошие люди заряжают на позитив. Хорошая обстановка. Вот допустим, вы пришли сюда в зал на лекцию. Это огромные силы дает. Если вы включились в лекцию, дальше что происходит? Вы хотите поменять свою жизнь. То есть вы заряжаетесь таким образом. И поэтому такие беседы, они нужны всегда людям. В древней культуре почти каждый день проводились, даже в маленьких поселках, такие беседы. Для чего выходные? Для того, чтобы дружить. Всем дарить счастье, близким людям. Счастье означает забыть все негативы, все трудности, перемолить это все. И всем отдавать только хорошее. Вы скажете, то меня могут начать считать. Странный. Вот допустим, представьте себе, в автобусе едут все люди и такие. А вы стали странной или странным, и улыбаетесь всем. Они тоже потихоньку начинают улыбаться. Но от вас отворачиваются, потому что как-то неудобно. Ведь все вот такие. Неудобно как-то. И почему она улыбается? Все же вот такие. Человек, который живет правильно, он становится неудобным для всех сначала. А потом люди постепенно привыкают к нему вот такому и начинают его любить. Но сначала он неудобный. И вот через это неудобство надо перешагнуть. Надо быть сильнее общественного мнения. Надо учиться быть хорошим. Означает правильным. Я разок бежал просто по парку, и передо мной шли люди. И я им улыбался издалека уже. Они сначала думали, что я знакомый. И тоже начали мне улыбаться. Потом увидели, что я незнакомый. И как-то испугались. А я пробежал мимо. Потому что, когда человек улыбается, он становится открытым. С ним можно что угодно сделать потом. Это опасно. Люди боятся. Когда люди раскрываются, они становятся очень оптимистичными, сильными. Они таким образом наполняются силой, красотой этого мира. Это самое счастливое время в жизни. Но для того, чтобы раскрываться, нужно быть очень смелым. Внутренне очень смелым. И это правильное отношение к людям и к жизни. Чем больше вы будете вот так счастливым выглядеть перед людьми, тем меньше проблем будет оставаться в отношении. Поэтому нужны праздники. Праздники нужны для того, чтобы восстать против страданий, просто радоваться, всех любить и так далее. Но праздники надо правильно праздновать. Туда нельзя пускать духов. Допустим, если праздники в спиртное входят, это веселящие духи. Они завладевают сознанием людей. И вот эта пьяная радость — это не победа над судьбой. Это просто уход в забвение. Человек забывается в этом во всем, как в пелену какую-то погружается, которая не дает разрядки. Но есть радость живая, чистая. Сила человеческого духа не только в храме находится, и не только в святых местах, и не только в святых людях. Сила человеческого духа означает обычная радость человеческая. Она должна сильно звучать в сердце, ведь она именно побеждает трудности жизни. И она может развеять все. Надо быть очень смелым в своей радости. Один человек подошел ко мне и говорит, я тоже, Олег Иванович, лекции читаю. Вы не стесняетесь вообще песенки включать? Как о вас могут подумать? Я не стесняюсь песенки включать. И как они подумают обо мне, это их проблемы. Ну то есть, идея заключается в том, что надо быть смелым. Если человек не может быть смелым в отношениях, значит отношений не будет. И надо понять, в чем конкретно нужно быть смелым. Потому что есть женская природа, она делится на две части, человеческая и божественная. Есть мужская природа, она делится на две части, человеческая и божественная. Человеческая в человеке надо научиться терпеть, а божественная – ценить и верить. В каждом человеке есть божественная. Если вы, в человеке, божественная забыли, мужа в своем, жене, у каждого человека есть божественная. Давайте проэкспериментируем, допустим. Кто хочет провести эксперимент? Вот, девушка, у вас муж есть? Нет? У кого есть? У вас. Ну, что ваш, как зовут вашего мужа? Андрей. Что в нем божественно? Андрей. Андрей – очень ответственный человек. Так или нет? Андрей. А что вы не сказали, а я сказал? Ну, а что вы этого не сказали мне? Забыла. Забыла. Вот об этом и речь. Что мы забываем главное, а помним о второстепенном. Вот, допустим, он иногда вас разводит, да? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть хитрит с вами. Ну да, это вы помните. Это не является главным. Это человеческое в нем. Вот, допустим, у вас есть человеческое, а есть божественное. Божественное в вас – это верность. Вы верный человек. Это божественное качество. От Бога вам дано. А есть человеческое. Это злопамятность. Не дай Бог ему что-то не так сделать. Это уже не забудется никогда. Человеческое нужно терпеть. А божественное – помнить, верить в это и считать это главным человеком. И тогда отношения налаживаются, само собой. Понимаете? Старайтесь это понять. Старайтесь. Потому что дальше перед вами будет лежать ваша жизнь. И если вы это не поймете, то дальше жизнь может дать трещину в какой-то момент. Мы должны очень серьезно относиться к тому, о чем мы сейчас говорим. Есть божественное в человеке, а есть человеческое. Человеческое в человеке олицетворяет вашу судьбу, а божественное – милость. У человека всегда есть две судьбы. Одна судьба называется милость, а другая – его ошибки прошлые. Наши прошлые ошибки в жизни формируют человеческое, ну то есть характер, недостатки какие-то, характера близкого человека. Наши ошибки формируют. Но если мы хотим победить свою судьбу, мы должны в человеке смотреть не на то, что связано с ошибками нашими или на его недостатки, а должны смотреть в нем то, что нас привлекло, его божественное. Вера в Бога означает видеть божественное в людях. Бог живет в людях, живет в природе и живет на алтаре. На алтаре Бог проявляется как Личность. В людях Бог проявляется как совесть, а в природе как сила, которую можно получать, а можно нет. Если человек не верит в природу, он не получает силы, становится больным и замученным. Если человек не верит в людей, в их чистоту, не видит чистоту людей, тогда, в этом случае, он теряет отношения. Он становится одиноким, несчастным, замученным. От одиночества уже, от своего. Если не верит в старших, человек не может развиваться в социуме. Он не может быть старшим. Если человек не верит в трудовые отношения, он не может найти себе работу. То есть, он не любит радостно, не может радостно с людьми трудиться вместе. Знаете, есть такие люди, которые радостно со всеми трудиться. Они такие, давай что-нибудь сделаем. И начинают радоваться. Эти люди всегда будут счастливы в труде. Потому что они видят божественное в людях во время работы. И все люди подстраиваются под их мышление. Им нравится с такими людьми рядом трудиться. Но это вера заставляет человека таким быть. Есть божественное на алтаре. Бог — это Личность. То есть, можно увидеть эту Личность. Личное отношение с Богом человек строит на алтаре. Но в основном все клянчит у него только. Ну, потому что мы же всегда клянчим у всех. У мужа — счастье. У природы — силу. А у Бога — все остальное. И вот это клянчить — это вообще не способ жить нормально или правильно. Потому что, когда мы клянчим все, это значит, что мы просто неправильно не понимаем, что такое счастье. Видите, очень важно видеть, учиться видеть. В 2011 году мне на каждой лекции, Олег Геннадьевич, конец света. И я продолжаю радоваться, читать лекцию. Они сидят, конец света. А я продолжаю радоваться, читать лекцию. Понимаете, то есть, даже когда люди все в депрессии, когда они все страдают, человек должен побеждать это с помощью правильного восприятия мира. И тогда судьба побеждается. Нужно верить в правильное восприятие мира. Даже во время войны это побеждает судьбу. Не то, что на фоне смерти. Все равно человек, который верит в правильное восприятие мира, он всех облегчение дает. И поэтому мы видим военные песни, они очень оптимистичные. Прямо в окопе гармошка, и кто-то поет, и все это облегчают душу, даже тем, кому надо идти на смерть завтра. Представляете, даже им облегчает душу радость просто, человеческая, который забыл, человек забыл о смерти и просто радуется и поет о природе, о людях, о красоте, о Боге. Таким образом, такое настроение, это и есть победа над судьбой. Учиться увидеть хорошее во всем, в людях чистоту божественное увидеть. Какой мой близкий человек, что в нем божественного? Мы не знаем, и это большая проблема. Но зато мы знаем все недостатки. Все, что от человека идет для того, чтобы меня замучить, мы это все знаем. А милость, которая дается от человека, это тоже моя судьба. Можно только одной милостью жить. И вообще тогда твоя судьба, вот твоя обычная, тебя вообще не тронет. Там тебе по судьбе положено, чтобы там развод был, болезни там, еще что-то. Но если ты видишь только хорошее в людях, она тебя не сможет коснуться, потому что через людей же судьба действует. А чтобы видеть только хорошее, надо так настраиваться. Это и называется вера в Бога, потому что Бог действует через людей, как чистота, как красота, как совесть. Бог действует так же через страну. Можно в своей стране видеть защиту и чистоту, а может видеть, можно видеть только грязь. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Верия всегда противопоставляется. Сомнения. И нам помогли начать сомневаться, понимаете? Нам вселили в это, в сердце, вот эту идею, что надо плеваться своей страной, плеваться своим правительством. И что мы видим, те, кто плюются, чего они дошли? Постоянные революции, постоянные свержения, и все ниже, ниже возможность жить. А когда на Украину приезжаю, я говорю, мои хорошие хлопчики, давайте вот полюбим то правительство, что уже вот сейчас есть. Начнем с этого. Давайте начнем хотя бы с этого, иначе все будет еще хуже. Для меня везде все одинаковые. Для меня все люди слушают лекции, а они для меня одинаковые. Что там, что здесь, я всех люблю. Понимаете, видеть чистоту во всем, потому что чистота есть в каждой стране. Но сначала свою хотя бы надо страну увидеть чистой, потом ты увидишь чистоту в других странах. Везде своя чистота. Не то, что здесь только есть чистота, там нет, везде есть. Но иногда время заставляет враждовать народы. Это испытание. Оно состоит из двух частей. Во время вражды надо уметь защитить свой народ и уметь простить чужой. И тогда будет мир. И то, и другое очень трудно сделать. Так действует время. Сейчас время нагнетает обстановку. Оно разрушает мир. А мы должны учиться быть мудрыми. Должны учиться верить в свою землю и уважать других, их понимание вещей. И тогда мир наступает. Разрежается обстановка. Если мы уважаем других, но при этом как бы делайте с нами что хотите, то страна бац, раздербанилась на части. А сейчас эти части начали между собой конфликтовать. Как результат. Неправильно. Мышление неправильно. Ну то есть, нужно понять, что есть удача в жизни. Удача — это видеть чистоту. Видеть чистоту в стране, старших, близких, младших. Во всем надо видеть чистоту. И также уметь защищать себя от грязи. Если она становится слишком сильной. Можно, нужно ли только чистоту видеть мужа, который выпивает. С одной стороны, видеть в нем чистоту. Пашенька, ты же такой хороший человек. А с другой стороны, надо бросить пить. И когда эти две вещи сочетаются, Пашеньке ничего не остается делать, как бросить пить. Но если она только Пашенька, ты очень хороший человек, и как бы нет твердости борьбы с недостатками, тогда Пашенька, хороший человек, продолжает пить. А если мы только его гнобим, а нет видения чистоты, тогда значит, он тоже продолжает пить. Потому что жизнь состоит из двух вещей. Первое. Видеть милость — это главное. Видеть чистоту — это главное. в Пашеньке, иначе он никогда не бросит пить. А второе — уметь противостоять злой судьбе. Вот эти две вещи являются основой отношений. И надо знать еще кое-что. Надо знать, что есть шесть врагов человека. Враги — это те, которые сильнее нашей судьбы. Вожделение сильнее судьбы. Если вы заметили, что в близких людях или в вас пошла любовь к кому-то другому, это называется вожделение. Это уже не любовь, знайте. Это вожделение. Вожделение — это яд, имеющий сладкий вкус. Он разрушает жизнь. Причем этот яд, он настолько все четко объясняет, описывает. Вот этот человек для тебя лучше. А тот, с которым ты жил, ну что там было хорошего? Ну согласись. А здесь сладкий вкус, у тебя все классно. Такой человек, и он тебя тоже любит. Давай, бросай жену, брошай детей. Иди, иди. Так действует вожделение. Он имеет сладкий вкус, и он отравляет этим сладким вкусом всю жизнь человека. Силы у человека нет такой, чтобы победить это вожделение. Нужна помощь. Близких людей доброта нужна в это время. Хорошее восприятие человека. Не проклятие его, не то, что ты гад такой, ты изменяешь там. Это доброе отношение. Опомнись. У тебя же жена, у тебя же дети. Опомнись, Пашенька. Хороший мой. Родной. И это отрезвляет. Он будет говорить, Пашенька будет говорить, да у меня ничего с ней нет, все нормально, чего ты беспокоишься? Почему? Потому что его разум отравлен. Он не понимает, есть у него или нет. Со стороны лучше видно. Но в это время надо чистоту в человеке очень сильно беречь, любить и очень строго побеждать его плохую судьбу. Если надо, то немножко поцарапать лицо объекта любви. Он будет уже не таким красивым, если надо. Или мужчина, если видит жена, жена уходит в результате любви к кому-то другому, надо ему сделать точный массаж лица. Помочь. Женщине так не понравится, что ее объекту любви сделать точный массаж лица. Но почему-то у нее любовь пропадет после этого. Что? Какой? Женщине, я же сказал, поцарапать лицо. Прийти к ней домой и сказать, здравствуйте, я жена вашего любовника. Я пришла вам поцарапать лицо. И поцарапать ей. Пусть она тоже вам немножко поцарапает. Но представляете, какая разница? Она вам чуть-чуть поцарапала, и вы ей поцарапали. Представляете, какая разница? Она поцарапала, да ничего страшного. А вот вы ей поцарапали. Супер. Ну, съездите в другую страну, поцарапаете, какая разница. А как муж-то туда дотягивается, до другой страны? Если муж дотягивается, то вы дотягиваетесь, значит. Вот правильно. Вот правильно, грубое, означает, не видите чистоты в мужа. Вот если вы будете в нем видеть чистоту, неважно, что он говорит, он же отравлен врагом. Не обращайте на это внимания. Когда человек отравлен, он может все что угодно говорить. У него разум отравлен. Чего вы на это обращаете внимание? Вот если сейчас меня отравят, у меня спутанное сознание, буду выкрикивать там, какие-нибудь вещи, вопли будут издавать. Ну, все думали, геннаджи, без сознания находится. Ничего страшного. Видите, засасывает. Вот так засасывает страдания. Видите, я и одно, а она мне другое. Засасывает. А надо что сейчас в это время сделать? Увидеть чистоту мужа. Я же вам сказал, победить судьбу одной стороной медали только нельзя. Сначала надо увидеть чистоту. Вот у вас что хорошего в муже? А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из бомбы. Вот. Добрый, видите, так, хорошо. Еще. Я говорю про чистоту, она говорит, пробник прогрессия опять. Про чистоту говорю. Ну? Про чистоту. Вот. Видите как? И вот об этом думайте, добрый мой, честный мой. Чего же я дура такая, вижу только в тебе недостатки. Куда же меня занесло? И когда ваша любовь к чистоте или милость, судьба милости перевесит максимально, в этот момент вы имеете право стыкнуть кулаком по столу, и он подчинится вашей воле. А сейчас незачем подчиняться. Нет оснований. Допустим, если женщина служит, служит мужу, и он как бы обнаглел, она может немножко раз уехать к маме на две недели, и он будет ей звонить, говорит, я больше так не буду. Мне одна женщина писала, я, говорит, отстранилась от мужа. Он мне звонит, говорит, ты отстраняйся еще две недели, я так отдыхаю от тебя. Это значит, что первой стороны медали нет, понимаете? Нет. Чистого отношения, милости нет, а нет милости, нет победы над судьбой. Учитесь сначала видеть чистое в человеке, а потом воспитание. Сначала пипитание, а потом воспипитание. Понимаете? Сначала милость, а потом кулаком по столу. И для того, чтобы вот это вот получить чистоту видения, это такой труд души. Начинается этот труд с видения чистоты в природе. И не просто видения, а еще и это отдавать надо людям. Вот зарядилась в лесу, побегала, улыбайся всем, иди. Это сначала, это первое, что человек должен в себе формировать, понимаете, в характере, потому что потом все остальное сложнее. Вот увидеть в близком человеке, который тебя замучил за много лет, чистоту очень сложно.